Самое южное место на Коми-Земле это Привузский район. Он красив и летом, и зимой. По древней легенде, Перо, сын природы, рожденный Коми-Пармой, встречался с дочерью Солнца, Зарань. От их детей, говорят, произошли приузцы, жители Привузского района. Привузский народ гостеприимный. Это сразу можно понять по постаменту «Добро пожаловать в Привузье». Он стоит на въезде села Обьячево, райцент Привузского района. В Обьячево есть место Дунайчи. Отсюда местный житель в 1812 году служил на аванпосте реки Дунай. Ему понравились эти места, он любовался ими. По приезде на родину он рассказывал своим землякам о природе Дуная. Это место в Обьячево оказалось похожим на Дунай, поэтому и так назвали. Тут стоит скульптурная композиция из трехметровой сосны. Называется она «Сотворение земли Привузской». На ней вырезаны пера и зарань, и лебеди – символ вечной любви. Скульптуру выполнил приузский мастер Попов Алексей Семенович. Привузье славится людьми, о которых говорят «Мастер – золотые руки». Такой способ, наиболее быстрый украшение и декорирование тканей, как набойка. С помощью специальных набойных досок или манер, штампов. Их вырезали мастера вручную. Доски были примерно размером 20 на 20, могли быть квадратные или прямоугольные, более вытянутые. Ими они украшали ткань. У каждого мастера был свой образец, заказник. Это ткань, на которой отпечатывались разные узоры из его коллекции. И с этим заказником, тканью, они ходили на рынок, на базар, выкладывали эту ткань. Женщины приносили готовое тканное полотно, отдавали, выбирали узор, который им нравился. И через неделю, через две они вновь встречались и забирали готовую ткань. В коме были в основном растительные мотивы, распространенные точечки, зернышки. Детям я рассказываю, как правильно работать с краской. Что губкой мы берем, немножко обмакиваем в краску. Но если мы начинаем работать вот этим сгустком, у нас весь штамп, он зальется краской. Отпечаток будет нечеткий, размытый, неаккуратный, будут кляксы. Поэтому мы макающими движениями растушевываем по поверхности. Также перпендикулярно нашей поверхности четко один раз наносим доску. Отпускаем и набиваем. Набиваем мы для того, чтобы краска у нас лучше проникла в ткань и там закрепилась. И также параллельно перпендикулярно столу, придерживая ткань, поднимаем доску и у нас остается отпечаток. И так мы продолжаем. Украшение ткани набойкой довольно кропотливый процесс. Я тоже попробовал, получилось с небольшими недочетами. Вообще сейчас набивку делают акриловыми красками по ткани. Раньше для этого использовали специальный резервирующий состав вапу. Это было кубовое окрашение, именно вот этот старинный способ. Резервирующий состав наносился на белую ткань. А потом уже эта ткань погружалась в чан с красителем индиго. Там ткань прокрашивалась и на воздухе через 15-20 минут доставали. И происходила реакция химическая. То есть вот там зеленоватый оттенок такой получается. А на кислороде это все окисляется и на глазах ткань синеет. Остаются незакрашенными только те места, куда наносился вот этот резервирующий состав вапа. И после этого ткань прополаскивали. Вот эту вот вапу вымывали. И получался вот такой вот узор. Почему вот называли синильный промысел. Не красили там в красный цвет или желтый. Все вот было синим цветом. А недавно Александра Николаевна выиграла специальный диплом на конкурсе мастер года 2021 в номинации современной тенденции в декоративно-прикладном искусстве. Примите наши поздравления. Так держать! При узком районе традиционное ремесло это берестоплетение. Селябьячево мастер по художественной обработке бересты Олег Никулин нам подробно рассказал как делать рожок и утицу-солоницу. На ваших экранах QR-коды на эти два ролика. Если интересно, переходите и смотрите. А мы продолжаем свой путь до села Читаева. В Читаево живет интересная семья Тюрниных, которая занимается берестоплетением. К ними подошел в гости. У меня была последняя ряда, там была коржина. Слышь, а мне так вкуснявно. Вот так же. В 90-м году я с ним кормил ветлемый этноцентр пожгал. Сан-мем, а здесь ли Семен Ильич Аверин год, народный мастер России год. Вот, и в этот свой мастер-класс вылаз. И Семен был и шо. Александра, а если ты кучичан, шума-дурас уджавнася, то ты надмеда с артмана. Ну, сэшам-дамыл. Школа-дуджудуна, ми-эгв. А все-то си ставсов книги, а сдамы-данималы, так, все-то верыство. И си ша заинтересуйтесь, и вот си первой си начнете. Лапти. И посмотрю, насколько это удобно. Ой, не влезает. Так, а мне влезет. Я думаю, ты куда сдой, дно сдой. Кокнет, будьте не на мабу. И мечтаю смешонное, но... Наверное, сиджи выем, остаканное. Для занятия берестоплетением вам понадобятся такие инструменты, как ножницы, шуран на коми-языке, качедык, ленторез, нож-пурт на коми-языке. Если у вас есть инструменты, и вы запаслись берестой, то, пожалуйста, как говорится, в добрый путь осваивать ремесло. Хранителем, если хотите популяризатором коми-привозских традиций, является этно-туристический парк Тарачева. Что находится в 15 километрах от села Обьячево. Более 30 лет назад, по инициативе местного жителя, он решил создать березовую рощу, поляну невест. Молодожены, после того, как провели официальную часть, они приезжали сюда, именно в Тарачево, проезжая несколько мостов, уже даже едя сюда. Есть традиция приперейти 7 мостов на счастье. Но и здесь также находили оставшиеся необходимые 4 моста, чтобы их быт, жизнь была хорошая, счастливая, удачная. Итак, вот как раз с этой поляны невест и начинается этот парк Тарачева. Да, вот в этой беседке молодожены символично обмениваются кольцами, лентами, алыми. В парке Тарачева вам расскажут об охотничьих традициях, покажут избу охотника, лабаз, зачем это скоро узнаете, и даже научат стрелять из лука. Захватываем вот тут, внизу полочки, видите, полочки специально приготовлены, это для стрелы. Ставим перпендикулярно тетиве и плотно закрепляем в тетиву. Вот таким образом захватываем, натягиваем тетиву и стреляем. Но я стрелять, конечно же, не буду. Дичь, жалко. Такое название, как лабаз. На возвышенности, либо на одной основе, либо на четырех, либо на двух основах, строилась постройка небольшого размера для того, чтобы как раз и хранить там те дары леса, охотничьи, трофеи, которые ими были добыты. Это видно, что конструкция не природная. Животные уже опасаются. Это первое. Второе. Это, безусловно, закрывалось все. Так просто сломать достаточно сложно. Маленькому, если скажем, юркому животному дверцу все равно не открыть. Если же позарится медведь, что было огромной редкостью, все равно это определенное, как бы ему нужно будет усиливать. Можно забраться, можно попробовать, но скользко, аккуратно. Все-таки она делась более широкой основой. Да, то есть более широкие пазы были. Да, и забирался охотник. Аккуратно. В нашем импровизированном музее охотников-рыбаков, где мы постарались насытить той утварью, которая бытовала. Это и морды, это и пилы, это, конечно же, лыжи, это койбедь. Койбедь это универсальный инструмент охотника. Он используется как копье, как лопата и как лыжная палка. Каждый охотник носил специальную охотничью одежду. Головной убор. Урк-ян шапка. Шапка беличьего охотника. Она шилась из домотканого сукна, имея четырехугольный верх. А сзади кусок сукна, закрывающий шею и затылок. На верхнюю одежду охотники надевали лузан. Это безрукавая курточка. Если по-современному, жилет. На спине лузана делается специальная петля для топора. Конечно же, у каждого охотника были свои путики. У каждого была своя территория. Если замечали люди, что на их путик сняли с их капканов, с их силков дичь, могли устроить, так скажем, суд, общественный суд охотников, собраться. Ну, либо его изгоняли из своего, так скажем, круга общения. Могли наказать и физически в том числе. Охотники верили в духов леса. Леший, боровой и другие. Перед охотой их задабривали. Делали подарки. Например, еду, табак. В лесную избушку нельзя было заходить без стука. Медвежьи куки и когти носили как обереги. Народ коми исследовал правилу. Если на место убитого на охоте медведя, с еще выбитыми куками и не отрубленными когтями, приходил посторонний человек, он получал право на пай при дележе добычи. Так как медведь считался хозяином леса, который способен по-родственному покровительствовать людям. Челюсть щуки клали на косяк входной двери. Считалось, что она оберегает жилище и его хозяев от злых духов и колдунов. Если он косяк входил, он планирует шари, и еще там улетит здесь. Слово маршрута, это声ко бешенов, еще чуть-чуть, еще чуть выжали. Сосы на животное нам придет. В AO, я не знаю, буду делать и не танк. Я не очень устал. Он... Они резак цилируют. Они резак. Медмайкал помтос к парчал. Здесь у нас сайта появится на животных, непосредственно. Что ж, комифлейту изготовили, а сыграют на ней чернышские чипсонистки. Это единственный в республике Коми творческий коллектив, который до сих пор сохраняет традицию игры на многоствольной ансамблевой флейте в Чипсоне. Куима Чипсон по Коми. Играть на Чипсоне можно разными способами, и звук, соответственно, получается тоже другой, не похожий на предыдущий. Вот, например, этот стиль игры называется Исладлым. Играть на Чипсоне Чорнышские чипсонистки, кстати, живут в селе Чорныш. Тоже интересное Коми-село, которое в исторических документах упомянуто впервые в 1620 году. А я вам посоветую больше путешествовать по республике Коми, смотреть деревни, села, города и узнавать Коми-культуру. Она, поверьте, интересная. Сестры и братья 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 Сестры и братья